Здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. У нас в студии человек, чье интервью я читаю в фейсбуке ленту, и вдруг все постят и постят, а вы говорите, вы слышали это интервью? А вот вы слышали, ну такое интервью просто невозможно. Сергей Датюк у нас сегодня в студии. Сергей, здравствуйте! Ваше интервью про четыре переворота стало страшно популярным. У нас же это хорошо. Ну что, я не могу, нам хорошо, а вам не знаю как. Не, ну это не является, потому что это не популярность интервью, а популярность той фиксации изменений, которые уже произошли и которые вот-вот должны были быть обобщены. Но это не очень хорошее изменение в том смысле, что это негативный фактор, который помогает людям осознать то, что происходит. Но само по себе, как тенденция, это является отвратительным, поскольку мы не можем с этим справиться. И когда я говорю мы, имеется в виду интеллектуалы усилиями, управлением, смыслом. Не можем, никак. То есть мне казалось, что я могу конкурировать с большими медиамашинами, но оказывается не могу. То есть медиамашины сильнее. Они за счет эмоционального потока и эмоциональной возгонки перебивают апелляцию к смыслу. Вот это вот прискорбно. То есть сама популярность именно этого интервью для меня прискорбна. Она не является отрадой. Это не то, чем бы я гордился. Выборы. То, что на выборах сейчас происходит, это продолжение темы, о которой мы с вами говорили. Ну давайте развернем. Я же... Давайте развернем. Это интересно. Давайте развернем эту вещь. Давайте. Когда мне в фейсбуке начали угрожать? Когда это было? Мол, типа позавчера. Что, мол, типа я в списке на ограбление, на то, чтобы грабануть, потому что господам-прохоботам, если их патрон не будет управлять, им придется удирать в эмиграцию, им же надо на что-то жить. Ну, мне в комментариях так и написали. Я тогда начала обдумывать, почему так случилось, что некоторые среди перехоботов есть интеллигентные люди. Есть там Пекарь, Арестович, который в последнее время уже непонятно, может он даже уже не про хобот. Интеллигентные люди, с которыми я готов говорить, потому что они аргументированно представляют свою позицию. Но значительная часть людей неинтеллигентных. И я попытался поискать, а должны были исследования этого обстоятельства, этого явления. И оказалось, есть такие исследования, что Михаил Эпштейн – это российский философ, но который не живет в России, который, собственно, из-за путинизма и уехал из России. Он живет в Британии. Я с ним знаком, правда, заочно. Несколько раз у нас случались переписки. То он что-то по поводу того, что я делаю, напишет то я, по поводу того, что он делает, напишет. И он опубликовал статью о гоп-культуре. Он называет «Гоп-телевидение», «Гоп-религия». И он говорит, что в России стала актуальной и пришла к доминированию гопническая культура. Кто такие гопники? Это городская шпана, которая занимается не тем, чтобы пограбить, хотя, как говорит Эпштейн, это святое, пограбить они тоже могут. Но она занята тем, что издевается и куражится над культурными, интеллигентными, образованными людьми. Их ценности – это не труд, честность, благородство кинуть, развести, отжать. Вот как бы это их культура. Но самое главное, что это не бандиты. Это люди, которые пытаются быть социализированными, но в некоторых моментах, то ли в специфических условиях их базовой деятельности, то ли даже вне работы, они позволяют себе куражиться. И в этом они находят, унижая культурно-образованного интеллигентного человека, они тем самым компенсируют как бы то, что вроде как судьба или жизнь, или государство им не дало. То есть не дало образование, не дало возможности быть культурным, не дало определенного социального статуса. То есть как бы их, как бы, вот эта компенсация понятна. Но это всегда некая маргинальная часть общества, которая существует, ну скажем так, в любой стране, в любое время. Проблема возникает, когда государству по тем или иным причинам нужно общество агрессировать. Либо же это внешний враг, либо же это внутренний враг, либо одно и другое. То есть и внешний враг, и внутренний враг. И вот тогда возникает эта особая гопническая культура, которая проникает в телевидение, в журналистику, в общественную коммуникацию, персональную, групповую, какую угодно. И я с ужасом смотрю на то, во что сейчас превращают наше телевидение. У нас уже появилась гопническая журналистика. Вот Янина Соколовова, Боярков, который не был журналистами, вдруг стал журналист. — Почему называете это гопнической культура? — Почему гопнической культура? — Ну они же обидятся, сейчас скажут. — Это кураж на грани фола, попытка унизить интеллигентных, образованных. Конечно же, я могу оправдать то, как это делает Янина Соколовова. Она же может не сказать, и скорее всего даже скажет, что ну как, я говорю на языке, понятном врагу. Я, мол, куражусь не только как бы над русскими, но прежде всего над теми, кто убивает нас. То есть, в общем, где-то даже понятная мне и оправданная позиция. Но вот я посмотрел ее интервью с под Древянским, где он ее за это похвалил. И тут вдруг для меня вот наступил такой момент непринятия этого. Потому что, ну, все мы читали по Древянской. Все мы где-то понимали, что это неизбежный момент контркультурного протеста колониальной Украины против России. И в этом контексте, как бы этот протест понятен. И даже происхождение его, такое как бы гопническое, тоже понятно. То есть, оно выполняет важную культурную функцию. Но если бы это оставалось маргинальным, все было бы ничего. Плохо, когда это пытаются сделать доминирующим или это сделать, пытаются сделать некой рядоположенной нормой. Плохо, когда это становится популярным. Плохо, когда это становится допустимой нормой. Вот тогда, а еще хуже, когда это становится на службу власти. Вот тут наступает, вот для меня, во всяком случае, та красная линия, которую нельзя переходить. Сам по себе писатель Поддревянский очень оригинальный, вот в этом противопоставлении, а как бы контркультуры колониальной, имперскому культурному завоеванию. В этом смысле он очень эффективен. И именно это его позиция снискала ему популярность. Но вот он же должен был рефлексировать, что это есть позиция определенного исторического периода. Она имеет именно этот контекст. И именно в этом контексте она важна. Когда это становится как бы на позиции власти, когда это становится как бы базовым процессом того, что мы называем парохоботство, вот это становится опасным. Когда маргинальная культура постепенно, постепенно становится доминирующей. Вот это то, чего я не приемлю. Вот вы не подумайте, что я ханжа в том смысле, что я сам критикую, я сам могу дойти и до драки, и до взаимных оскорблений. Но вот гопническая позиция мне чужда. Я сам в своей молодости натерпелся от гопников. Поэтому для меня это вот это то, с чем я себя не идентифицирую. Я и заматериться могу. Не вопрос в этом. Ну как бы не в этом. Я просто не считаю, что это должно быть базовым мейнстримом. Я не считаю, что это должно быть базовым трендом. Это очень опасно. Потому что мы теряем, мы, як украинцы, не маем оставаться гопниками. Мы маем відрізнятися від россиян. Мы маем мати гідність, перш за все культуру гідність. Вот в этом как бы есть определенное благородство и определенная высота моральная. Если мы ее утрачиваем, мы становимся ничем не лучше от врагов, с которыми воюем. Потому что, да, в России сегодня гопническое телевидение, гопническая культура, гопническая литература. У них президент гопник. Мочить в сортирах. Это вот оттуда. Вот если ты переходишь эту черту явную, да, вот мочить в сортирах, и это входит в политический дискурс. Вот, ну, Эпштейн приводит другой пример. Пример с Лавровым, известный на видео, где он на переговорах с одним из, с кем-то там из Саудовской Аравии, с кем-то там, вот это зафиксировано на видео. Дебил, блядь, сказал. Вот, то есть это гопническая дипломатия. То есть, как бы, он показывает, что это элемент, вот, агрессирования. То есть, внедрение в общество агрессии. Мы идем по тем же стопам. И мне бы очень... Даже сейчас? Вот сейчас же, вот это, может быть, вот... Понимаете, телеканал прямой за гранью добра и зла. Так нельзя. Я все понимаю про политическую конкуренцию. Я все понимаю про информационное киллерство. Но даже информационное киллерство нельзя делать с позиции гопничества. Так нельзя. Ребята, так нельзя. Потому что вы убиваете культуру. Да черт с ним, с политическими оппонентами. Понятно, что, как бы, ну, как-то надо ситуацию решать. Как-то надо защитить телегрический капитал. Мне все-то понятно. Но нельзя переходить грань, потому что вы уничтожаете нечто большее, нежели оппоненты. Вы уничтожаете культуру. Вы делаете это нормой. Так нельзя. Это убийство фактически того морального основания, основания благородства, на чем стоит Украина в войне с Россией. Если мы разрушим, ну, как бы, преимущество своей моральной позиции, мы, по сути, проиграем в войне. Вот что я пытаюсь донести. Сергей, ну, вот сейчас ведь выборы, и вот будет, грядет второй тур, и некоторые там говорят, что третий тур президентских выборов, это парламентские выборы. И очевидно, что политическая борьба и политическая конкуренция будет продолжаться, наверное, до осени. Я не знаю, насколько она будет, ну, жесткой такой же, как она была. Может быть, отчасти грязной, иногда очень непристойно грязной. Но, тем не менее, это же будет продолжаться. И то, что вы говорите, это, вот как это вписать на выборную ситуацию? Смотрите, давайте перейдем на этот уровень и поговорим о выборах. В общем-то, я свою позицию в последнем своем блоге «Выпробование-2019» объявил. В чем суть позиции? Она несложная для понимания. Мне, моим коллегам, многим моим коллегам-экспертам казалось, что внутри избирательной кампании можно продвигать новые смыслы, новые социальные механизмы, новые инновации социальные, новые идеи на уровне общественного договора, принципиально новой политической системы. И, в общем-то, мы этим занимались. На сегодняшний день мы насчитали около 40 разных социальных инноваций, которые мы смогли разработать, чтобы было понятно, это не общественный договор, это уже инновации на уровне Конституции. Потому что в общественном договоре там 2-3 базовых инноваций, которые мы предъявили. Но, чтобы их реализовать, на уровне Конституции нужно инноваций гораздо больше. Вот около 40 инноваций, которые, и мы оказались не в состоянии продвигать внутри избирательной кампании. Почему? Ну, почему я писал в своем блоге? Я сейчас повторяться не буду. Адресую как бы блог, читайте, там рассказано. На Украинской правде, пожалуйста. На Украинской правде есть блог «Выпробование-2019», и там, в общем, все это рассказано. А для меня электоральная демократия умерла. То есть мне как интеллектуалу, как политическому эксперту там места нет. Поэтому я не буду больше инвестировать время в комментарии электоральной демократии. То есть в комментарии выборов, в комментарии событий этих выборов. По той причине, что мне там места нет. То есть то, что происходит, это уже не разговор о смыслах, это не разговор о социальных инновациях, это не разговор о программных положениях того или иного кандидата. А о чем? О чем это разговор тогда? Ну, это важно сказать. Это шоу ни о чем. Это наезд друг на друга с попыткой обнаружить лучшие популистские ходы, которые бы понравились публике. То есть мы теперь в своей политике вышли на стадионы. Это не хорошо, не плохо. Но, понимаете, когда начинают говорить стадионы, интеллектуалам надо уезжать из страны. Чтобы вы просто понимали, что это не хорошо, не плохо. Мы делали все, что могли, мы предъявляли, но даже донести то, что мы делали, мы не смогли. То есть, грубо говоря, хорошо мы донесли, и как бы это не понравилось. Или сказали, что вы ерунду, ребята, как всегда, где-то витайте в облаках. Мы даже донести не смогли. Понимаете? То есть, как бы ни единого шанса. Это как, ну вот, почему случился философский пароход? Вот по этой же причине. Потому что гопники, которые пригласили, пригласили большевики на основные места, они не желали слушать профессоров. Заметьте, а эти профессора ведь не говорили им, что буржуазный способ жизни хорош, или капитализм это хорош, или что-то в этом духе. Они действительно были в состоянии передать им весь этот массив культуры, знаний, которым они владели. Но это было не нужно. Поэтому случился философский пароход. И ситуация сегодня наша движется именно туда, к стадионам, на которых интеллектуалы не нужны. Интеллектуалы не разговаривают на стадионах. Нет, я помню время, когда Андрей Вознесенский собирал площади. Но это было особое время, там 60-х, когда поэзия была действительно настолько волнующей, волнительной. Она переживала тренд взлета, и он действительно собирал тысячи на стадионах. Но это время прошло. Мы не имеем уже ни таких поэтов, ни такой интеллектуальной публики, которые готовы слушать. Я не думаю, что сегодня бы стали слушать философа на стадионе. Впрочем, этого никогда не было. Но я помню, когда поэтов слушали на стадионе, сейчас бы даже поэтов не стали слушать на стадионе. Сейчас на стадионах слушают шоуменов. Но ведь, Сергей, можно тут на секунду перебью вас? Ведь, знаете, сколько бы мы ни говорили о виртуальном мире в разных его прочтениях, ведь живем-то мы большую часть своей жизни в реальном времени. И мы можем сколько угодно говорить о стадионах, как о каких-то популярных технологиях и популярных образах. Но ведь все вернемся к жизни. Банальная фраза поутру, они проснулись. Мы-то ведь проснемся. И, может быть, тогда нам понадобятся снова философы. Просто сейчас такой момент какой-то в жизни, когда хочется шоу. Знаете, Люда, вот есть такая особенность у нас в наших средах, когда мы в среду встречаемся. Мы в какие-то эпиковые моменты можем не заматериться. Но вот слово «реальность» у нас ругательство еще более сильное, чем мат. Я знаю. Я поэтому и говорю с вами не в среду, а в четверг, обратите. По простой причине. Реальность – это нормированная структура бывания. Ну, проще как-нибудь давайте сформулировать. Это то, что вы нормируете. Или то, с чем вы себя идентифицируете, как с набором норм. Вот это вот реальность. И может оказаться, что у нас с вами реальности разные. Поэтому апеллировать к реальности бессмысленно. Мы не сможем договориться. Моей реальностью является та реальность, где изменения возможны. Где застой не является ценностью. Вот что хотели ребята, которые голосуют за одного из кандидатов. Они хотели застоя. Мы же превратили войну в застой. У нас застойная война. Мы и ни поражения не получаем, и победы не получаем, и войной это не называем, и с врагом не договариваемся. И внутри себя не понимаем, что мы воюем. Мы превратили войну в застой. Мы уникальная страна. Нас надо включать в книгу рекордов Гиннеса. Мы умудрились превратить войну в застой. Представляете, что мы произвели? До этого не додумывался никто. Мы додумались. Длинные войны были. Это были не застойные войны. Это были реально войны на изнурение. Ну ладно, чем ситуация в Грузии отличается от нашей сегодня? Вот с точки зрения застойных войны. Тем, что они очень быстро от этого устали и захотели поменять. И поменяли ситуацию. Ага, вот вы о чем говорите. Она все устраивает. И люди, которые голосовали за одного из кандидатов, они фактически голосовали за вот этот вот застой. Так вот, я живу в реальности, где застой неприемлем. Потому что для интеллектуала тяжелее всего, когда нет движняка. Или движухи. Вот называйте как угодно. Нет другого термина, движняк или движуха. Вот как это объяснить? Когда есть изменения, когда есть перспектива. И эта перспектива интереснее, чем день сегодняшний. Когда ты делаешь шаг вперед. Я всегда так студентам объясняю, что такое смысл. В соотношении с перспективом. Когда ты делаешь шаг вперед. Оборачиваешься назад. Смотришь на то, что было вчера. И видишь, что твоя сегодняшняя позиция более смыслная, чем вчерашняя. Вот это есть представление о перспективе. А вот это есть движняк. Хорошо, может быть другой кандидат там. Кто этот движняк. Там вообще пустышка. Понимаете? Ничего не будет в конце, чего не было в начале. В начале оно хоть как-то должно быть. На чем я должен строить свое представление о новом кандидате? На скетчах из 95 квартала? Или на популистских инициативах из фильма, ну из сериала «Слуга народа». На чем? Так и то, и то. Это чистый популизм. Понимаете? Мир намного сложнее устроен, чем это поняли даже сценаристы «Слуга народа». Он, чтобы было понятно. Политика состоит не из интриг олигархов. Политика – это прежде всего попытка уравновесить различные социальные группы с их интересами, смыслами, перспективами. И создать такое общество, которое бы в целом увеличивало смысл. И с каждым днем получало все более позитивную перспективу. Вот, как бы, суть политики. Политика – это не интриги. Политика – это не разборки по поводу, чей бизнес отжимаем и кому идут деньги. Политика – это не решение, кто теперь будет управлять страной. Правил Порошенко с Ахметовым, а будет Коломойский с Фирташем. Политика – это не про это. Это программы другого типа, на другом уровне содержания. Более того, украинская политика, она включена в мировой контекст. Украина есть приз в разборках между Западом и Россией. Чтобы перестать быть этим призом, надо понять, по поводу чего идет вся эта война, вся эта бодяга. И попытаться выстроить иную социальную реальность, в которой бы Украина имела смысл и позитивную перспективу. Это другого типа задача. Если вы не работали над ней хотя бы лет пять, вы не сможете даже понять, ну, грубо говоря, вы не сможете отличить двух экспертов, один из которых – это медиаэксперт, который умеет говорить, а другой – эксперт, который говорит вам про это. Вот вы между ними разницы не увидите. Потому что эта разница воспринимается, когда вы входите в контекст того, что происходит на мировом уровне, понимаете, где ваше место, понимаете, что вам ничего не светит, если будет оставаться все так же. И начинаете на этом уровне работать. Это другой тип уровня, другой уровень работы, другой тип задач, другой класс задач. И вот в этом смысле, когда вы говорите о реальности, вы говорите о медиа-реальности. Нет, я не говорю о медиа-реальности. Вы можете говорить о чем угодно, но по итогу-то получается та реальность, к которой мы все апеллируем, а это именно та реальность, которую создают СМИ. Ну, подождите, нет, 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 давайте немножко глубже. Давайте тогда представим себе реальность, это то, как живут люди каждый день. Можно так себе это представить? Вот они встают, идут на работу, они, я не знаю, там идут на рынок, они идут в магазин, они растят детей, они платят за школу, они платят коммунальные услуги. Для меня вот это реальность. Хорошо. Давайте вот так попробуем. Давайте вот так попробуем. И людям это ближе, которые нас на это сейчас. Хорошо, смотрите. Проблема политики состоит в том, что повседневная реальность не управляется из повседневной реальности. Грубо говоря, чтобы изменить условия существования людей, которые ходят на базар, на работу, каждый день, вы не можете это сделать с уровня этих людей. Вы должны делать с уровня чуть выше. Желательно на 2-3 этажа выше. Это означает, вы должны понять, как устроен мир, в чем перспектива мира, в чем перспектива изменения человечества вообще. Затем выйти на уровень противостояния государств, как каждый из них позиционерен относительно этой мировой перспективы. Затем найти там свою страну, посмотреть, как она по отношению к этому изменению мира, и как она в контексте понимания этой перспективы каждого государства и занять определенную позицию. Не между ними, а в отношении к этой вот перспективе. То есть на шаг выше, чем геополитика. Тогда у вас появляется шанс изменить и вашу повседневную реальность, которая на первый взгляд как бы не имеет к этому никакого отношения. Ну как связаны цены на рынке с тем, что я что-то буду понимать про мир? Напрямую никак. В этом смысле к этому есть всегда посредники, которых общество кормит, извините, поет, закрывает глаза на всякие их фантазмы, это интеллектуалы. Вот они отвечают за этот верхний уровень, за то, куда двинется мир, чтобы донести сюда. Но есть только одно условие. Они должны быть включены в общественную коммуникацию. Если вы их исключаете от общественной коммуникации и начинаете жить в повседневной реальности, вот эти два уровня начинают вами управлять, и вы даже этого не понимаете. Вот как я описал в блоге, что случилось на избирательной кампании. Что мы провели ее в ситуации внешнего управления, со стороны западных агентов, которые устроили тут скандал с Украином, со стороны России, которая вызвала к себе, Бойко назначила его кандидатом от России. Здесь все только это обсуждали. И два кандидата, которые имели с этим дело и не были в состоянии изменить эту повестку дня. Вот как прошли выборы. Мы не задавали повестку дня собственных выборов. Не мы задавали, нам извне задавали. В этом проблема. То есть, мне как интеллектуалу здесь делать больше нечего. То есть, если политики не понимают, что они находятся в ситуации внешнего управления смыслом, если мы не можем проделить собственные смыслы, хотя бы, чтобы они вступили в конкуренцию со смыслами Запада и России, вот тогда это не наша реальность. Ну, как бы, она может быть чья угодно, она уже не важна, потому что электоральная демократия тогда для нас закрыта. Нам тут делать нечего, понимаете? Поэтому не вопрос, если так устроена жизнь, что мы опираемся на повседневную реальность. А кто доминирует в повседневной реальности, вы знаете, нет? Нет, кто? Самая наглая, беспринципная, которая готова покуражиться. Мы возвращаемся к гоп-культуре? Ну, вот повседневная реальность, если вы делаете ставку на нее, неизбежно порождает гоп-культуру. Потому что вам же надо за своих против чужих. Ну, повседневная реальность так устроена. Там нет высоких смыслов. Там повседневная реальность, и у вас националисты будут самыми главными, потому что у них сила, у них есть активность, у них есть энергетика, которую они могут вас продавить. Вы приходите, вам объясняют, что вы должны так, вот так и вот так, на этом языке, вот именно так, с такой-то любовью к родине. Ну, подождите. Я вот хочу тут немножко с вами поспорить, знаете, в чем? Ведь я совершенно случайно для себя открыла, посмотрела, сколько людей, ну, допустим, проголосовали за первых, за вот эти два кандидата, которые вышли во второй тур. И я вам хочу сказать, что, ну, кругом бегом там получается сколько там, ну, пусть 6,5 миллионов, грубо, да? Ну, может быть, вы там подправите. Но ведь 6,5 миллионов, даже с проекцией там на все взрослое население Украины, это ведь пока еще ни о чем. И это вот, давайте из этого, может быть, исходить. Потому что ведь, вот это, наверное, реальные рейтинги этих кандидатов. Я не знаю, там, что было приписано. Не из этого надо исходить. Смотрите, что у нас получится. То есть это, ведь это же не все украинское получится. В истории у вас проголосуют от силы 40%. Ну, да, наверное. А кандидат, который, как бы, будет, наберет от силы 65%. Из этих 40. Из этих 40. То есть это будет чуть больше трети людей. То есть фактически мы будем иметь президента, которого поддерживает всего треть страны. Что мы будем делать с остальными людьми? Мне скажут, ну, вот так устроено... Интеллектуалы пригодятся, наконец? Нет. Ну, почему нет? Ну, хоть здесь... Ну, потому что вы можете использовать интеллектуалы, если вы понимаете их ценность. Если вы понимаете разницу между интеллектуалом и медиаэкспертом. Но вы не понимаете это разницу. Вот медиаэксперт, он на всех каналах. Он уважаемый, он популярный человек. Как вы определите разницу между медиаэкспертом и тем, кто создает социальные инновации? У вас нет, ну, ни лекал, ни представлений. У вас внутри этого нет. Вы не определите эту ценность. Поэтому у вас будут, как бы, там, вот, на втором плане, у вас будут эксперты от олигархов и медиаэксперты. Больше никого у вас не будет. Мы возвращаемся к понятию повседневной культуры. Вот она будет доминировать. А это тупик, потому что это означает сохранение внешнего управления, отсутствие инноваций, не реформ. Реформы худо-бедно будут продолжаться. То есть это опять внешнее управление. Потому что реформа – это изменение Украины согласно западным образцам. Вот что такое реформа. То есть эта реформа – это внешнее управление. Ну, завуалированное, потому что она нас требует. Ну, это же стандарты Европы. Вы же Европу, да. Ну, так делайте. Ну, протокол есть, да. Да, это опять-таки внешнее управление. Каждая реформа – это внешнее управление. Чтобы не делать реформы, надо делать свои инновации. Но чтобы делать свои инновации, вам нужны интеллектуалы, которые понимают, что это за инновации, как опережать Запад, как опережать Россию, а поскольку у вас внутри повседневной реальности этого различия нет, то вы не увидите этого. Вам будет казаться, условно говоря, президенту, что он же все вроде делает правильно, все как представляет, и с повседневной точки зрения это все правильно. Реформы надо делать, и коррупционеров надо посадить, ну а не посадят, потому что саботаж начался, делегализацию надо провести, ну а не сможет, потому что они ему сразу тоже олигархический саботаж выкатят, есть десятки способов это сделать, ну и все, он скажет, я ничего сделать не могу, потому что с повседневного уровня эти вопросы не решаются, мы имеем сложный социальный организм, который понимается на очень высоком уровне рефлексии, если вы туда не то что не заходите, а вы даже не знаете, что такое существует, у вас нет ценностей этого уровня, вы с него даже ничего не услышите, то есть вам будут говорить, но вы будете пропускать мимо ушей, поскольку вы не будете понимать, для вас это будет белый шоу, вот какие-то умники пришли что-то втирают, ну вот этим все закончится, понимаете, и вот собственно так и теряются страны государства, поэтому ну на самом деле Украины уже нет, как бы мы просто наблюдаем закат, если будем дальше играться в электоральную демократию, закат случится очень быстро, я пока не вижу пути, как можно было бы сохранить, понимаете, мне вот представляется, что националисты по большому счету даже не понимают, что они уничтожают страну, они действительно патриоты, они действительно верят, да где они эти националисты, где они, покажите, их так мало, посмотрите, за них мало людей голосует, они не имеют влияния, что вы имеете ввиду, когда говорите националисты? армия Мова Вера, вот национал-патриоты, давайте назовем их национал-патриотами, потому что действительно, не все из них националисты, национал-патриоты, вот они же действительно думают, что они спасают страну, вы думаете, большинство из них действительно так думают, или они просто выставляют лозунги, которые А откуда вся эта агрессия? Ну, может, это политехнологический ход такой, нет? Да нет, ну, все же не могут быть идиотами. Они же действительно искренне уверены, что они спасают страну сейчас. Действительно думают, что внутри коррупционных схем, внутри олигархического дерибана, стяжательства, вот как бы оно там ни было, пусть вот в таком постепенном развитии, но мы к чему-то придем, ничего не будет. Вот, то есть если бы Украина не была призом, то вот в ситуации застоя можно было как-то готовить, что-то изменять. Но в ситуации войны за вас вы не можете быть в застое. Сергей, вы сказали сегодня две фразы, которые, я уверена, произведут фурор. Первое, это что Украины уже нет. Я представляю, как просто там взвились вот на той стороне вот за камерой люди, которые вас слушают. Вот, но если хотите, вы можете все-таки вернуться и развить эту мысль, я не знаю. А что возвращаться? Смотрите, значительных частей территории нет. Многие скажут, ну 4%. Западная Украина, которая вроде как ядерный электорат действующего президента, не проголосовала за него. Не проголосовала. Мы предъявляем президента, у которой нет программного видения будущего вообще. Если вы думаете, что программное видение будущего вот так вот можно сделать или использовать, ну как бы какие-то наработки из повседневной реальности, я уже объяснил, это ошибка. В этом смысле, чего не было в начале, не будет в конце. Если у вас нет видения перспективы позитивной, у вас и не будет этой позитивной перспективы. Она не появляется случайно. Понимаете, мы живем в таком сложном мире, что позитивная перспектива не появляется случайно. Она не появляется из желания честного человека. Вот я действительно на самом деле считаю, что Зеленский честный человек. Но честного человека недостаточно для того, чтобы решать сложнейшие вопросы социального мироустройства. Он не готов. Просто не готов. И не потому, что он сам не знает это все, а потому, что у него нет значительного количества полочек, куда можно положить эксперту некоторого содержания. Грубо говоря, если ты чего-то не знаешь, тебе эксперт может объяснить. Но как минимум у тебя должно, ну как бы в представлении должны быть полочки, в котором написано значимо, да, стратегия значимо. Как устроен мир значимо. Как устроена перспектива мира значимо. Как устроена осмысленность, да. Как мы позиционируемся между разными странами значимо. Мы в ситуации внешнего управления значимо. Надо выйти из этой ситуации. У вас должны быть эти полочки. Тогда может прийти эксперт на эти полочки что-то положить. Но если у вас этих полочек нет, то класть некуда. Сергей, тогда еще следующий очень интересный вопрос, который вы сказали. Вот, смотрите, поэтому я говорю, что Украины уже нет. А то, что мы будем видеть, как это все оформляется, там, через конфликты, через, как бы, саботаж, через то, что, как бы, Путин опять-таки, это уже не важно, как это случится. Для аналитика важно показать, что, как бы, система выстроена таким образом, что она не способна. А то, как случится ее умирание, для аналитика не важно. Это может случиться десятком разных способов. Десятка, а может быть, даже сотни. Для меня не важно, как это случится. Важно, что нет этого понимания. Ну, подождите, а может быть, многие скажут, что нас спасет позиция «приза» между Западом и Россией? Цитирую вас. Ну, раз мы приз, так может быть, нас будут холить и лелеять? Как приз. Как приз. Ну, холить и лелеять, как приз. Ну, вы же женщина, вы должны понимать, что это такое, когда вас холят и лелеют, как приз. Нет, мне сложно понять, как холить и лелеют, как приз. Вот. Для меня это непонятно. Потому что вы для себя эту позицию не приняли. Зачем же вы ее предлагаете для Украины? Я нет, я не предлагаю. Ну, тогда, ну, тогда наш, ну, как бы, спор лишен основания. Нет, давайте для людей, которые все-таки, вы сказали очень важную фразу, что Украина – это приз между Западом и Россией. Давайте разовьем эту мысль. Почему это приз? Это хорошо или плохо? Если это плохо, то почему? Это же интересно людям. В свое время МакКиндер объяснял, почему Хартленд, почему приз, почему Серединная Земля так важна. Потому что она – пересечение путей. Вот мы тут, а тут – исламская цивилизация, тут – Китай, тут – европейская, тут – Россия, и мы в центре. Вот кто владеет вот этим вот путем – из варяг в реки, из запада на восток, из севера на юг, тот владеет практически всем континентом. А кто владеет, ну, мировым островом в Евразии. А кто владеет мировым островом, владеет миром. Так говорил МакКиндер. Что поменялось с этого времени? Очень мало чего, кроме того, что эта Земля, как оказывается, является еще и барометром социальных изменений. Если что-то случилось здесь и стало социальной инновацией, то, скорее всего, оно уже становится и в мире социальной инновацией. Вы можете поменять это, как бы, обретя субъектность. Фронтир, ну, вот, как бы, или такая серединная земля, ну, просто фронтир и серединная земля – это разные. Это разные, конечно. Серединная земля – это когда ты понимаешь, что за тебя воюют, а фронтир – это когда ты принимаешь решение кому-то отдаться. Ну, вот, как бы, мы то в Польшу, в Европу, то в России, и то между ними, то есть, как бы, интермариум, то есть, мы постоянно, как бы, вот, такой поплавок, который в зависимости от того, куда дует ветер и волны идут, то к одному, то к другому. А это уже фронтирная сортея, она более хитрая, но все равно она объектная, потому что мы не задаем тренд, а мы к какому-то тренду прислоняемся. Это всегда более слабая позиция. А мы можем задавать тренд или нет, Сергей? Есть у нас сила задавать тренд? Да, есть. Ну, подождите, а нам скажут, ну, как вот есть, вот Россия, там, войска ввела, там, западный мир, например, деньгами помогает, и тоже, там, оружием помогает. То есть, вот, если исходить с той точки зрения, о которой вы говорите, то такое, вот, вот, есть Украина, да? И с каждым днем теперь это пространство свободы для Украины сужается, потому что и Россия, и Запад такое чувство, как глубже и глубже проникают на наше пространство. Ну, это, если хотите, вот то, какое восприятие. Знаете, я перечитал сегодня определение застоя. Честно вам скажу, ни в российской Википедии, ни в украинской, ни даже в английской никто не докопался до сути застоя. Чего там только не приводят. И экономические показатели, и социологические следы, особенно западные, потому что россияне вообще не поняли, что такое застой. Прочитайте российскую статью Википедии «Застой». Это просто, просто тупое описание. Очень детальное, но тупое. Это они про Леонид Добрежьев, наверное. Традиционное расстояние. Немножко обо всем, да. Так что ж такое застой? Почему Горбачев сказал о застойных явлениях? Что это за застойные явления? И сразу вам экономику. Что вот такое вот, рост вроде был, а его вроде не было. Что такое вообще? Вроде был и не было. Откуда берется представление о застое? Потом переключился на фильм «Отдел», где, собственно, там был такой человек Зиновьев, который критиковал вот все это движение интеллектуальное за то, что оно как бы продолжало, как бы, ну, такую, политику, соглашательство с режимом. Он был контррежимный человек, то есть контрсистемный. Кто поехал на Запад, стал критиковать Запад. То есть увидел, что и там. Не там нет правильного пути, не там нет правильного пути. И, собственно, вот в этом внутреннем раздрае он и умер. Он так и не понял. Что ж такого? Причина проста. Ну, то есть звучит просто. Застой – это отказ от мышления. От ценности движняка. То есть когда вы соглашаетесь на то, что вот не надо шарахать, вот мы устали от революции, мы устали, вот пусть Порошенко, пусть вот медленно, вот когда эта ценность появляется, вам конец. Потому что вы… Отказ от мышления, он происходит незаметно. Потому что чем интересно состояние измененное? Вы в измененном состоянии не можете понять, что у вас измененное состояние. То есть когда вы отказываетесь от мышления, у вас нет ресурсов понять, что вы отказались от мышления. Когда есть, и вы еще на последних крохах наблюдаете, как вокруг это происходит, вы еще в состоянии отценить. Но как только вы от него отказались, у вас нет ресурсов понять, что вы это сделали. Ноль, зеро. И вот этим опасен застой. Что вы внутри себя принимаете такое решение, как Ланселот, да? Вот. Я очень тяжело все узнавал, а потом ему точно так же тяжело было все забывать. Поначалу. Но потом забывать было все легче, легче, легче. И он отказывался, отказывался. И в этом смысле вот этот вот момент, он является принципиальным. Когда у вас побеждает гопническая культура, когда вы агрессируете общество, когда вы выбираете повседневную реальность как базовую, когда вы отказываетесь от мышления, когда такие слова, как там стратегия, человечество, уровни как бы гиполитического некоторого управления, позитивная перспектива и так далее, вот они оказываются бессмысленными, ну все. Тогда вы приз и молитесь, чтобы быть призом в хороших руках. Потому что тоже важно оказаться призом в хороших руках. Потому что приз может оказаться и не в хороших руках. Это все, что остается. А при этом, как бы, такие вещи, как независимость Украины, они же остаются ценностью, да? Поэтому я к ним, собственно, апеллирую. Мне больше не осталось ничему апеллировать. Что такое независимость Украины теперь в вашем понимании? Вот сегодня, как вы ее обозначили, определить? Это быть наедине с миром, со своим будущим, ставить первые и последние вопросы и самому их решать. Все остальное, там, геополитическая независимость, политическая независимость, культурная, это все уже следствие этого. То есть фактически можно свести к одному, что независимость является, прежде всего, правом на независимое мышление. Причем не просто мышление, а мышление, которое предъявляет новые ходы, новые смыслы, новые перспективы. Вот только это и есть независимость. Все остальное, как бы вы себя ни мыслили, вот это и есть атрибуты, которые на самом деле уже ничего не означают. Независимость – это не гимн, герб и своя конституция. Это все лабуда. То есть, наверное… Ну, это как внешние просто такие… Проявление – это важно, но с точки зрения независимости можно иметь и гимн, и герб, и государство, и конституцию, и быть очень даже зависимым. Зависимым до одури, до непринятия, до отвращения. И вот, собственно, это мы наблюдаем. Вот когда электоральная демократия оказалась неспособной пропустить мышление, ни в каком виде. Ни в виде публичной коммуникации, ни в виде каких-то инноваций. Тогда все, стране конец. А как это именно конкретно произойдет? Я же прекрасно понимаю, как это звучит. То есть, по большому счету, я говорю молодежи, и Зеленский вас не спасет. А это очень, как бы, сложно признать. Потому что это же надо набраться смелости и сказать, что вот и тот, и тот, и тот путь тупиковый. Если мы не выходим на сложное решение, на сложную трансформацию политической системы, социальной системы, экономической системы, то Украина не сохраняется в своем нынешнем виде. Увы. В этом смысле, те тенденции, которые сегодня разворачиваются, свидетельствуют о том, что Украины больше нет. Сергей, я просто хочу, наши зрители, у нас есть много зрителей, которые смотрят сейчас ваше интервью, которые будут его смотреть. И я просто хочу именно сейчас задать этот вопрос. Но мы сохраняем-то наши с вами непопулярные, с одной стороны, как вы сказали, разговоры. Все останется. О том, что было по средам. Все останется. Вот мы говорили с коллегами, и коллеги утверждают, что важно как минимум 10 миллионов какой-нибудь доминон сохранить. Потому что при уровне населения 10 миллионов что-то можно делать. Вот меньше уже на уровне 5 миллионов, уже практически ничего делать нельзя. Поэтому мне важно, чтобы где-нибудь, ну, например, Киевская область, и немножко возле нее, сохранилась на уровне 10 миллионов. Это все, что я хочу хотеть, потому что тогда можно, ну, вот как бы начать, вот, собственно, возрождение с этого небольшого куска. Пока это вот максимум, что мы можем сейчас вот хотеть. Потому что мы же попытались выстроить отношения и с Западной Украиной, собственно, и с Югом, с Востоком не пытались. Почему-то он в последнее время. Но понимания нет. Вот нет, никто к полету не готов. Увы. Сергей Датюк был сегодня гостем нашей программы. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вы были сегодня у нас в гостях. И я хочу порадовать вас. В следующую среду мы собираемся или нет? Да, я думаю, да. Да, мы тогда обязательно увидимся в следующую среду, вот в том же прежнем составе, как каждую среду. Поэтому оставайтесь с нами. Это был Укралайф ТВ и, конечно, Сергей Датюк у нас в гостях. Спасибо, Сергей, еще раз огромное вам. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо.